Сура 80. Нахмурился. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Нахмурился он, пророк Мухаммад, и отвернулся от того, что подошел к нему, к пророку, слепой. Однажды, когда пророк Мухаммад разговаривал со знатными людьми из племени Кураиш, к нему также подошел слепой, которого звали Абдуллах бин Ум Мактум. Из-за того, что пророк был вынужден прервать беседу с людьми, принятие ислама, которыми он очень желал, он хмуро посмотрел на слепого и отвернулся от него. И откуда знать тебе, о пророк? Может быть, он, слепой, очистится от своих грехов? Или он станет внимать увещанием? И поможет ему это напоминание, наставление? Что же касается того, кто не нуждается в вере, истинном знании и в твоем призыве, то к нему ты, о пророк, поворачиваешься, уделяешь внимания. И хотя не на тебе, о пророк, лежит вина, что он не очищается от своего неверия, а что же касается того, кто приходит к тебе, о пророк, спеша, обрести благое знание и истину, и испытывая страх перед Аллахом, то ты, о пророк, от него отвлекаешься, оставляешь его без внимания. Но нет же, впредь так не поступай, о посланник. Поистине, это, эта сура, является напоминанием для тебя и других людей. И кто пожелает понять и получить наставление, вспомнит его, Коран, который в подлиннике находится в свитках почтенных у Аллаха, возвышенных на небе, чистых, недоступных для искажения кем-либо, который пишется из хранимой скрижали, руками песцов, ангелов, почтенных созданий, полностью покорных Аллаху. Пусть будет убит, проклят, неверующий человек, как он неверен в своего Господа. Разве он не видел, из чего он, Аллах, создал его? Из капли семенной жидкости создал он его и затем определил стадии его развития. Потом путь облегчил ему, дал ему возможность выбора, наделил силой и даровал разум, чтобы различать между хорошим и плохим и дал знание о пути истины и заблуждения. Потом он, Аллах, умертвил его, человека, и сделал его погребенным в могилу. Аллах Всевышний оказал почтение человеку, научив его хоронить умершее тело. Тело умершего человека не выбрасывается на съедение хищным животным. Потом, когда он пожелает, воскресит, оживит его после смерти. Так нет, до сих пор не совершил он человек того, что он, Аллах, повелел ему, не уверовал в Аллаха и не подчинился ему. Пусть же посмотрит человек на свое пропитание, которое создает Аллах. Как мы пролили воду ливнем, потом рассекли землю трещинами, выводя из нее растения. И взрастили на ней различные зерна, и виноград, и зеленую траву. Когда земля насыщается живительной влагой дождей, из земли, рассекая почву, начинают произрастать различные растения. И маслины, оливковые деревья, и пальмы, и сады густые, и фрукты, и другие растения на пользу вам и вашим животным. И когда придет оглушающий звук дня суда, звук второго дуновения в рог на воскрешение умерших, в тот день, когда убежит человек от своего брата, будучи озабоченным самим собой, и убежит он от матери и отца, и спутницы, жены и детей, у каждого человека из них в тот день будет забота, которая займет его полностью, что он будет занят только самим собой. Лица верующих в тот день будут открытые, смеющиеся, ликующие от радости. И другие лица в тот день, в день суда, на них пыль. Покрыл их эти лица мрак. Такие, у которых на лицах пыль и мрак, они неверные и погрязающие в грехи. Субтитры создавал DimaTorzok